Здравствуйте! Традиционно в это время с вами программа «Давайте разберёмся» и я, её ведущая, Наталья Зайченко. Поговорим о наболевшем, что беспокоит большинство жителей многоэтажных домов, состояние жилищного хозяйства. Десятилетиями дома не ремонтировались, что и говорить о внутридомовых коммуникациях. За 10, 20, 30, а то и больше лет они прогнили и требуют срочной замены. С прошлого года дело сдвинулось с мёртвой точки, работы начались, а в этом переросли в масштабные программы ремонта жилого фонда «Запорожье». И, что особенно важно, средства выделяются в том числе и для ОСМД. Кстати, всего несколько дней назад в «Запорожье» создали координационный совет по решению проблемных вопросов общества владельцев многоквартирных домов. Ну что ж, пока вопросов больше, чем ответов, так что давайте разбираться. Итак, у нас в гостях заместитель городского головы «Запорожье» Алексей Бородай. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну что, как я уже сказала в своём предыдущем слове, в «Запорожье» создали координационный совет по решению, наверное, проблемных вопросов общества владельцев многоквартирных домов. А как много вот таких проблемных вопросов и какие ключевые? Вопросов было намного больше в прошлом году, но по течение года мы их решали потихоньку, помаленьку с вмешательством городского головы, либо по договорённости с ОСМД. Это и само финансирование, и помощь в разработке проектно-сметной документации. Основные вопросы остались у ОСМД, у главы ОСМД. Это, конечно, передача технической документации от бывшего балансодержателя и распределение средств капремонтов. Это два основных момента. Первый. Решаем передачу технической документации? Всё решаемо. Просто на всё необходимо время. Если можно, я немножко объясню ситуацию. Город Запорожье строился в основном ведомствами. Это заводы крупные, это какие-то предприятия, это государственные структуры. Потом весь этот жилой фонд передавался на баланс тогда ещё. ЖЭО, потом ПрЭЖО, потом ПрЭЖО передавали на КП основания, потом КП основания передавало КП нашему месту. За весь этот период, ещё с самого начала, при передаче от ведомства до коммунальной структуры, пакеты документов всё время терялись, либо их вообще не было. Мы перерыли и архив, градпроект. То, что смогли, взяли с архива. Но в основном проектной документации не хватает. Технической документации не хватает. И в основном из-за этого загвоздка основная. То, что там затягивают время иногда, это в принципе регулируемо. Там мастера не успели выйти, там дефектные акции составить. Это всё регулируется. А вот с документацией проблема. Это всё стоит денег, это всё стоит времени. На сегодняшний день, ещё в прошлом году, были выделены средства депутатским корпусом. И департамент ЖКХ работает сейчас с БТИ, с регистрационной службой, восстанавливает инвентарные дела на жилые дома. Это то, что возможно. Далее эта программа будет продолжаться. Мы постараемся восстановить все документы, которые необходимы. Но всё-таки, наверное, больше всего беспокоит вопрос финансовый, да? Конечно. О деньгах говорили на этой встрече все. И те, кому, допустим, попали деньги по программе финансирования ОСМД, те довольны, да? Кто не получил денег, те предъявляли претензии городской власти, в частности вам. Как распределяются деньги между ОСМД? В 2016 году была создана рабочая группа при департаменте состава депутатов Горсовета, департамента ЖКХ и общественных организаций, управляющих компаний, ресурсных центров и главу СББ. Разработали на тот момент проект положения, как правильно распределять бюджетные средства. Ну, изначально Горисполком поставил заказчиками главу СМД, когда начались обвинения еще в 2015 году о том, что коррупция, воруются деньги, пожалуйста, деньги отдали именно... Чтобы сами решали. Да, главам ОСББ они нанимают подрядчика, контролируют выполнение ремонтов, подписывают акты. Здесь все всех устроило. Но на тот момент, когда мы создали это положение, в нем прописано, что те дома, которые взяли себя в управление, сняли с баланса КП нашей Мисту и забрали дом себе в управление, они имеют право участвовать в программе капитальных ремонтов и попадают в титул. На тот момент ОСББ было не так много. В 2016 году общей суммой было выделено, да, там, 32 миллиона. Освоены они. И этого хватило как раз, чтобы покрыть на март-апрель месяц той потребности, которая была в 2016 году для ОСББ. Но в прогрессии, к 1 января 2017 года, у ОСББ создалось уже больше 200 и потребность финансирования была более 300 миллионов. Поэтому на сессии, вы тогда все помните, как это все происходило, и мэр согласился, выделили 90 миллионов гривен. Сейчас это уже почти 92 миллиона, там с пересчетом смертной документации получилось. Но потребность возросла уже почти до 500 миллионов. ОСББ становится больше, и бюджет просто-напросто не в силах выделить деньги всем. Поэтому да, сегодня 92 миллиона на 73 дома выделено, и почти 200 домов, которые уже приняли дом в управление, сейчас находятся в очереди. И мы реально понимаем, что эти 200 домов еще будут получать такими темпами, но если 90-100 миллионов в год, то это еще 2-3 года. А остальные вообще непонятно, когда получат. Потому у нас и возникает конфликт, нас обвиняют в том, что мы не хотим финансировать, но мы реально не можем выделять такие суммы, это нереально. А знаете, как есть разы, когда не знаешь, что говорить, говори правду, если ее перефразировать, когда не знаешь, что делай, делай по закону. А что говорит закон? Как городская власть должна финансировать ОСМД? Закон нас не обязывает финансировать ОСМД. То есть вы вообще не должны выделять деньги, если по закону? По закону, да. По закону о приватизации бывший собственник должен участвовать в первом комплексном ремонте. Но в течение этих 20 лет уже почти на каждом доме был ремонт. То есть можно сказать, что мы можем и не участвовать, но Владимир Викторович тогда еще в конце 2015 года, он говорил о том, что он не бросит дома, и финансирование будет происходить. Но так как делают другие дома, есть же опыт, ой, дома-города, есть опыт других городов. Единственный город в Украине это Запорожье, который полностью берет на себя объем финансирования. А есть города, которые вообще не финансируют ОСМД? Конечно, Харьков, например. Например, такой крупный город, как Харьков, они не финансируют, они разработали программы и полностью делают по жилому фонду ремонты за счет бюджета. Слушайте, а программа софинансирования, я помню, у нас действовала. То есть часть денег дает бюджет для ремонта, часть ОСМД берет на себя? Она у нас работает. Эту программу мы приняли. Есть предложения, да, те виды работ, которые не вошли в перечень тех, которые идут по программе капремонта, можно выполнять за счет софинансирования. На сегодняшний день заявок ноль. А, то есть все хотят, чтобы полностью профинансировал город, вкладывать. А какой процент должен вложить ОСМД? Там по-разному, там формула считается. Ну, примерно 50 на 50, 60 на 40, в зависимости, ну, допустим, двух-трехэтажка, в связи с тем, что площадь маленькая, желая, да, люди не смогут потянуть 50 на 50. Девятиэтажки там проще, там пятиэтажки, там, ну, есть формула расчета, поэтому... Таких желающих пока в Запорожье? Нету ни одного желающего дома. Все хотят получить полное финансирование на полный капремонт. Хорошо, вернемся к координационному совету. Кто войдет в этот координационный совет? Как вы предполагаете, когда он начнет работать? Ну, сложно сказать. По первой встрече, может быть, уже можно судить как-то? Роской голова дал возможность самим общественным организациям, главам ОСББ и ЖСК, составить этот координационный совет. Ну, для объективности, наверное, так и надо. Ну, наверное, правильно, да. Мэр согласился быть сопредседателем этого координационного совета, поэтому мы сейчас будем ждать от них все-таки их решения. У нас при Горсовете есть общественная рада, в которой есть комитет ЖКХ. Они тоже включились. Общественная организация «Виктория» включилась, Людмила Михайловна Шанс, а также ресурсные центры, которые помогают ОСББ в их деятельности. Ну, подождем, увидим. Свои предложения дают представители ОСМД, дальше уже... Они в департамент ЖКХ дадут свои предложения, дальше департамент ЖКХ это все обработает, и опять, наверное, будем собираться и принимать решения. Я думаю, это будет непросто, потому что сколько людей, столько мнений, и, ну, в конце концов, мы создадим это координационный совет. Согласие между самими ОСМД есть? В принципе, вы знаете, вот за последнее время виден прогресс, они слышат друг друга, но вопрос всегда еще, Воланд говорил, да, что квартирный вопрос портит отношения. Здесь финансовый вопрос портит эти отношения. То есть, как вы и говорили в начале программы, что тот, кто деньги не получил, у него свое мнение, тот, кто деньги получил, он более инертный, он уже начинает думать о дальнейшей жизни, а она, кстати, если позволите, и на самом этом совещании, которое проводил городской голова, были правильно сказаны, некоторые главы ОСМД говорили о том, что есть программы государственные, есть городские программы, которые позволяют брать кредиты недорогие, устанавливать ИТП, делать термомодернизацию жилого дома. Мэр тогда подтвердил, что он не бросит город, не бросит жилой фонд, и программа капитальных ремонтов лифтов, кровель, сетей, она будет продолжаться за счет бюджета города, потому как, ну, дому довольно сложно потянуть там те же 300 тысяч на капремонт лифта, либо примерно один подъезд стоит в районе 50-70 тысяч поменять сети полностью. Ну, это довольно большая нагрузка, поэтому городской голова и озвучил, что мы будем бюджетом вас подкреплять и заниматься этими вопросами, а вы занимаетесь остальными, ремонтами подъездов, окон. Когда человек влаживает свои деньги, он уже более бережно относится к тому, что он сделал, а так как мы вот делали в 16-м году, да, в начале 16-го года, замена была лифтов, ремонт подъездов, то 50% уже просто страшно смотреть на это все. Разрисованы? И разрисованы, и вандализма акты, ну, по-разному бывает. Ну, все-таки, когда ты у себя дома не будешь ломать окна, красить стены там, обрисовывать, поэтому... Вот такой менталитет, наверное. Ладно, Алексей, а как в целом оценивать... Давайте по пятибалльной шкале оценим состояние ЖКХ в городе Запорожье. Объективно. Выше троечки поставить? Нет. Согласна с вами? Минимум тройка, а то и меньше, скорее всего. С минусом, как говорили в школе. Поэтому, естественные средства нужно вкладывать колоссальные, и уже пора за последние 10-20 лет серьезно взяться за ЖКХ. Что будете делать в этом году? Значит, если можно, я чуть-чуть назад прокручу, опять же, 2016 год. 2016 год был непростым в вопросе все-таки понимания ситуации и правильного взятия направления, куда же нам все-таки двигаться. Было принято ряд решений, которые были болезненными. Это и создание нашего места в связи с тем, что КП основание, имея долг почти 200 миллионов гривен, уже просто невозможно было на тот момент вытянуть в том состоянии, в каком оно было. Это создание муниципальной аварийной службы, которая на сегодняшний день действительно помогает жилой фонд поддерживать в рабочем состоянии и не допускает аварийных ситуаций, таких, которые могли бы впоследствии в доме производить разрушение. На сегодняшний день еще выделены средства, то есть и депутаты увидели, что есть эффект от этого, выделили дополнительные деньги на увеличение бригад, закупку машин, тому как, ну, действительно. И мы сняли нагрузку жильцов по этому вопросу. Горсовет принял на себя бюджетирование процесса муниципальной аварийной службы. Единственное, осталось немножко отрегулировать у нас по две аварийки на район. Сейчас мы докупаем машины, будет уже по четыре, будет уже намного проще. Плюс, ко всему прочему, было пересмотрено, пересмотрены бюджетные программы департамента ЖКХ. Могу остановиться вкратце. Сделали срезку по 2016 году, провели полное обследование жилого фонда лифтового хозяйства, кровель, ну, комплекса дома. Выбрали, сделали такую, так называемую, таблицу аварийности жилого фонда. Конечно же, бюджет не покрыл полной необходимости. То есть, если необходимость около полтора миллиарда гривен для того, чтобы снять аварийность, аварийность только полностью снять. А когда мы снимем аварийность, тогда можно приступать уже к, ну, как бы сказать, красить губы уже как-то. Не то, что там приводить в порядок. Полтора миллиарда у нас бюджет на сегодня там около 300 миллионов. Но, в принципе, этого хватит для того, чтобы подойти к отопительному сезону уже не так, как в прошлом году. В прошлом году, ну, можно сказать, был мрак. После чего и были приняты многие кардинальные решения. На сегодня выделены, в принципе, суммы огромные. Их не было даже в прошлом году, таких сумм. У нас получается около 100 миллионов комплексный ремонт домов. Там почти 130 домов, по-моему. Ремонт кровель 93 миллиона, почти там 200 объектов. Полная замена сетей на 200 домах, 90 миллионов. 200, ну, планируем, как минимум, сделать 200 лифтов на 100 миллионов. Это капитальный ремонт и замена лифтов. Потом, после того, как окончился отопительный период, городские тепловые сети провели еще раз мониторинг ситуации по жилым домам. Что произошло. Подали на рассмотрение городскому голове ситуацию. Было принято решение, опять же, выделить еще почти 12 миллионов, там 11 миллионов на, будем так говорить, точечный капитальный ремонт по домам. Это около 600 домов. Тепловым сетям будет не так просто выполнить все это в срок. В июне они уже стартуют. Это ремонт системы отопления? Да, это касается именно сетей отопления. Это не полная замена. Это именно точечно, как хирургическое вмешательство в каждый дом на болевые точки. Чтобы избежать с началом нового отопительного сезона аварийных ситуаций, для этого делается? Конечно. Да, для того, чтобы, ну, самое основное, это избежать затопления подвалов. Это вовремя подать людям теплоноситель. И по возможности сразу отрегулированная система дома. То есть это, в основном, у нас старая запорная арматура на домах. Если мы успеем и качественно поменяем ее на новую запорку, то, в принципе, есть шанс войти в отопительный сезон вовремя и качественно. Если что не так в доме, люди звонят в службу 1580. Да. Она тоже немного реформировалась. Как оцениваете на сегодня работу службы? Какие еще недочеты? Если вспомнить, многие не помнят, конечно, ту ситуацию, когда 1580 работала до перехода в Центр управления технологиями. Тогда было в районе, ну, грубо пройду, да, около 30 тысяч заявок населения в месяц. Из них выполнялась половина. И то тех, кому удалось или посчастливилось дозвониться. Совершенно верно. Процент непринятых заявок был выше 30 всегда. То есть 30% населения, которое звонило, не могло дозвониться. На сегодняшний день, я не скажу, что просто идеально работает, но это все уменьшилось вдвое, как минимум. А процент непринятых звонков уже в районе 7-5% всего лишь. А иногда бывает и 1,5%, ну, смотря какой день. Приняты новые регламенты. В работу включились, если раньше, да, 1580 раздавало заявки, это в основном было КП основания, либо в лучшем случае еще райадминистрация, то на сегодняшний день в работу включились и Горсвет, и Водоканал, и тепловые сети, и Элуат, и Титан. Там районы и администрации усилили работу с 1580. Плюс внедрили систему уже в техническом смысле, она уже внедрена у всех, это дозвон заявителю. У нас же, как бывает в основном, я звоню, допустим, на 1580, говорю, у меня проблема там, начинает течь труба чуть-чуть. Диспетчер на 1580 еще задает пару-тройку вопросов, понимает, что страшного еще нет, но вот-вот может приключиться. Говорит, хорошо, ждите аварийную службу. Все, на этом у жильца пропадает полностью связь с реальностью. На сегодняшний день уже следующий шаг, диспетчер передает мастеру аварийной службы, мастер аварийной службы смотрит у себя по журналу и звонит жильцу и говорит, здравствуйте, я мастер аварийной службы, через 45 минут мы будем у вас. Если жилец ему говорит, ребята, течет очень сильно, они тогда корректируют и едут сразу. Ну, по крайней мере, так должно быть в основных моментах. То же самое, допустим, человек передает, у меня потекла кровля. Эти заявки вообще терялись в прошлые годы. Вот вообще, ну потекла и потекла, где-то оно легло у какого-то мастера и лежит. Почему? Просто холодные отношения? Просто либо не успевали, либо не было желания все-таки правильно формироваться. На сегодняшний день, опять же, эта заявка ложится непосредственному исполнителю, исполнитель связывается с заявителем, договаривается о встрече, приходит, это все документирует. И потом письменно предоставляется заявителю все-таки, когда кровля будет выполнена, в каком объеме. Ну, справедливости ради. Говорим о том, какие средства выделяет город, а что с долгами? Это же пожизненная проблема, у нас тоже долги населения. Да. Долги населения есть, конечно. У нас процент оплаты колеблется от 80% до 95%. Это разные месяцы, разные оплаты. Очень сильно зависит, конечно. Ну, мы все знаем, что основной качественный потребитель услуг, который оплачивает эти услуги, это пенсионеры. Это да. Они платят всегда, в ущерб всему. А остальные, конечно, задерживают, либо вообще не платят. То есть долг по КП нашей Мисту на сегодняшний день население перед предприятием составляет уже более 100 миллионов. Это только за обслуживание дома? Это только за содержание. Это, мы говорим, еще за отопление? Нет, 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 нет. За отопление там вообще астрономические цены там и по водоканалу. Поэтому я думаю, что эта проблема... В других городах, областных центрах мы тоже берем статистику, у них, в принципе, ситуация та же самая. Но это, ну, прекрасно понимаем, влияет очень сильно сейчас экономическое положение в стране. И все-таки проблема возмещения льгот и субсидий. А что за проблема? Проблема для города Запорожье сейчас уже огромная. Почти 700 миллионов долг государства по льготам, субсидиям городу. А от этого страдают все наши коммунальные предприятия. Вы обращались в Киев почему-то в такая ситуация? Мы не только обращались. Мы ездили туда и письма писали в министерство. Ну, денег нет. Денег нет? Да. Держитесь? Держитесь, да. Решайте все на местном уровне. Самое главное слово это децентрализация. Произошла, деньги у города есть, старайтесь закрываться. С минимой децентрализацией все-таки продолжают прикрываться центральные органы власти, я так понимаю. Ну, к сожалению, да. Хорошо. Ну, вот я думаю, что еще есть такая третья часть населения. Почему не платят? Потому что люди, возможно, хотят увидеть, наконец, за что они платят. И когда удастся воплотить вот эти все программы, когда люди увидят, что у них, наконец-то, начались выполняться ремонты, может быть, активизируются. Как считаете? Я думаю... Всегда хочется видеть, за что ты платишь. Возможно. Ну, я же являюсь тоже таким же жильцом. Ну, просто я работал, ну, к примеру, и слесарем, да, и мастером. Я понимаю, что все эти люди, слесаря, мастера, ну, дворника видно, да. А там работников Зеленстроя, Элуада, слесарей, аварийки, их просто не видно. Не каждый увидит ихнюю работу. Видимость работы ЖКХ — это то, когда у квартиры есть свет, газ, вода, горячая, холодная, канализация работает. И комфортно зайти в подъезд и выйти. Когда не течет кровля, когда мы выходим из подъезда и не валяются ветки. Да, да. Вот с этим мы... А, кстати, да, я упустил то, что в этом году уже еще одно ноу-хау, будем так говорить, Владимир Викторович, поставил задачу. И вот созданное в конце прошлого года предприятие «Запорожлем Сервис». Оно на сегодняшний день является основным уборщиком той территории, которую мусорят все. Мы, жильцы в том числе, это и уборка мусора, веток, покостровы, обрезка деревьев. Да, мы не вошли еще в тот темп, который необходим. Да, потому что веток много еще. Много, но они не убирались годами. Это первое. Второе. Мы начали обрезать очень много деревьев, поэтому действительно объемы пока еще мы не в силах вывести тем транспортом. Там транспорт у нас остался тот же, те же там 25 тракторов, которые были, те же там 50-60 человек рабочих, которые этим всем занимаются. Ну ничего, мы потихонечку набираем обороты. Я думаю, что здесь есть поддержка городского головы, выделены деньги из бюджета, поэтому здесь мы справимся. Ну что, удачи вам во всех ваших начинаниях. К сожалению, эфирное время завершается. Спасибо за участие в нашей программе. А телезрителям, я напоминаю, сегодня говорили о состоянии жилищно-коммунального хозяйства в Запорожье. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.